Суть проекта «Добро в село» в том, что волонтеры-медики выезжают в различные села края и знакомятся с профессией врача. Проводят профилактические беседы с жителями на различные темы, помогают медработникам, приводят в порядок внутренние помещения в ФАП и прилегающие к ним территории, а также посещают школу с различными мастер-классами. Это отличная возможность для будущих врачей и медицинских сестер окунуться в общение и поближе познакомиться с будущей профессией. У нас сегодня проходит открытие всероссийской акции «Добро в село». Мы начинаем наш сезон. Эту акцию мы проводим каждый год. Ее цель – это распространение здорового образа жизни по всем поселкам нашего Приморского края. У нас есть несколько местных отделений по всему Приморскому краю. И в каждом городском округе есть свое местное отделение, и они ездят по всем селам Приморского края. В нашем распоряжении во Владивостоке – это Артем, это Находка и это Надеждинский. Вы выбрали такое направление, как медицина? Сложный вопрос. У меня мама врач, и я очень всегда любила медицину, всегда была с ней связана, и решила прийти именно сюда. На территории фельдшерско-акушерского пункта в селе Суражевка прошла всероссийская акция «Добро в село». Участие в акции приняли более 45 человек. Для гостей мероприятия Центр медпрофилактики подготовил зарядку и гимнастику. Когнитивное здоровье в наших руках. ФАП работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья. С 8 до 8 у нас рабочий день. И проводится диспансеризация, выполняются все назначения врачей, обследования. У нас ежемесячно выезжает сюда бригада врачей, узких специалистов. Если есть необходимость вызова на дом именно врача, где фельдшер сомневается в каких-либо вопросах, то незамедлительно врач приедет. Врачи Центра медицинской профилактики измерили давление всем участникам. Провели диагностику уровня сахара и холестерина в крови. Медики дали консультацию по коррекции факторов риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, остеопороза и сахарного диабета. А также рассказали об основах здорового образа жизни. В школе номер 5 для учащихся волонтеры-медики провели занятия по оказанию первой помощи. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Суражевка работает стабильно и жители довольны. Вы знаете, я, конечно, стараюсь часто не попадать сюда, но если приходится сюда приходить, то очень внимательные отношения, еще и очень строгие они у нас. Потому что если вдруг что-то нарушаешь, можешь получить по полной программе. А вообще девочки очень хорошие, знающие, ну и очень хорошие и симпатичные. Хватает специалистов, да? Хватает. Нам, конечно, нужно очень много, еще и в узких специалистах. Но самое удивительное, что наши умудряются еще и работать из-за узких специалистов. Поэтому я так думаю, что претензий к ним нет. Лучше не пожелаешь, меня все устраивает. Очень внимательные у нас и Анна Владимировна, и Любовь Владимировна. Даже когда приедут специалисты узкого профиля, даже домой позвонят. Допустим, мне надо к эндокринологу сообщать, будет тогда. Приедет флюорография, тоже объявление повесят. Домой позвонят. Это вообще такая редкость. И очень внимательно. За период с апреля по октябрь 2023 года волонтеры-медики Тихоокеанского государственного медицинского университета посетили 21 фельдшерско-акушерский пункт. Привлекли к работе свыше 80 волонтеров. И самое главное, сделали счастливыми 322 приморца. Верега Климова, Иван Петров, Данил Коровченко, Городские новости, Артемовский телеканал Лента.